Всем привет! В ближайшие пять минут на первом альтернативном новости будущего. С вами Елена Иванова. NASA разработала новый марсоход Curiosity и планирует запустить его на Красную планету в конце 2011 года. А сейчас ученые ломают голову над очень важным вопросом. В каком месте Марса Curiosity должен сесть? Пока исследователи определили четыре наиболее подходящих для этого места. Долина, полная водосодержащей глины и три кратера, бывшие в прошлом озерами, бассейнами и дельтами рек. Основной целью марсохода будет обнаружение воды и химических следов органической жизни на планете. Curiosity значительно больше своих предшественников Spirit и Opportunity. И он сможет переезжать через те препятствия, которые старичкам приходилось объезжать вокруг. Кроме того, марсоход работает на плутоне и не зависит от солнечной энергии. В 2004 году во время приземления, а точнее при марсении Spirit и Opportunity подпрыгивали и перекатывались по поверхности в пузыре защитных воздушных подушек. С Curiosity выбран более точный метод посадки. После того, как марсоход отделится от теплозащитного экрана, его ловко, точечно сбросит на поверхность летающая лебедка Skycrane. Окончательное решение о месте приземления Curiosity, скорее всего, будет выбрано, исходя из инженерных соображений. И, как заявили представители НАСА, в любом случае там будет более интересный рельеф по сравнению с прошлыми экспедициями. Компания Raytheon представила второе поколение своего военного экзоскелета XOS-2. Напомню, что этот робокостюм отслеживает движения владельца, усиливая их в десятки раз. По сравнению с предшественником, новый экзоскелет потребляет в два раза меньше энергии, весит на 10% меньше и позволяет поднимать больше груз. Переноски и погрузки тяжестей один оператор в таком робокостюме заменяет трех солдат. Движения второй версии экзоскелета стали более быстрыми и точными, позволяя выполнять не только грубую работу, но и более точные операции, например, играть в нем с футбольным мячом. И хотя сам экзоскелет весит около 90 кг, для человека его вес почти неощутим. Во время испытаний инженер Рекс Джеймсон неоднократно ставил и снимал со специальной подставки артиллерийские снаряды весом в 95 кг, испытывая при этом нагрузку всего 5,5 кг. Также испытатель без труда пробивал кулаком пакет из 4-3-сантиметровых досок. Последнее, конечно, показухи ради, но кто знает, может и эта функция пригодится. Помните, как в фильме «Чужой» Рипли справилась с инопланетной тварью? Конечности экзоскелета «Ксус-2» приводят в действие гидравлика высокого давления, но источник питания по-прежнему расположен вне машины, так что далеко в этом робокостюме пока не убежишь. Он привязан к стационарному оборудованию длинными шлангами. Впрочем, даже в таком виде подобный костюм может принести пользу, а в дальнейшем инженеры собираются полностью отвязать его и привнести этот экзоскелет в армию. О других новинках далее. Компания Recon Instruments представила первые в мире очки с GPS Recon Zeal Transcend. Внешне они очень похожи на очки летчика ВВС. Компания предлагает две модели устройства, разница которых заключается только в опциях линз. Более дорогие очки стоимостью 500 долларов имеют поляризованные фотохромные линзы. В другой модели за 400 долларов линзы лишь поляризованы. Несмотря на разницу, оба варианта представляют одни и те же данные. Скорость, высоту над уровнем моря, проделанное расстояние, температуру, время и другую информацию. Для тех, кто живет в Канаде, устройство будет доступно с 10 октября. Также заказать их можно на сайте компании. Студенты-медики Центра Университета Аризоны практикуются принимать роды на специально разработанном для этого роботе. Робота-женщину Наэль вместе с малышом Хеллом, который появляется на свет, создали в американском научном центре Гарнер. Специально, цитирую, для обеспечения качественного учебного процесса. Будущие гинекологи в лабораторных условиях познают, что их ждет на практике в родильном отделении. Робот Наэль во время родов ведет себя так же неадекватно, а порой и агрессивно, как и настоящие живые женщины. Робот может стонать, кричать и даже ругаться на доктора. При этом студенты могут не только видеть, как рождается ребенок, но и познакомиться со всеми околородовыми врачебными нюансами. Медицинский центр заплатил за эту механическую женщину 40 тысяч долларов, и здесь не считает эту сумму потраченной зря. На этом я желаю вам удачи, увидимся в ближайшем будущем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова